Всем привет, друзья! Сегодня начало ноября уже 2019 года. У нас началось сейчас второе бабье лето. Несмотря на то, что уже дело идет к зиме, на сегодня прогнозы передают до плюс 17 градусов. Это в ноябре. После непродолжительных заморозков у нас опять потеплело. И, естественно, я не упустил возможности выбраться на рыбалочку. Я поехал в те места, там, где довольно часто рыбачил брат в этом году, а я здесь еще ни разу не был. Это наш традиционный маршрут на реке Псел. Он где-то 5-5,5 километров. Раньше мы здесь часто рыбачили. Я с женой, если вы смотрели мои видео, приезжал сюда и открывать сезон. Весенний в прошлом году и осенью мы открывали осенний сезон здесь. Ну, в общем, частенько здесь рыбачили. Здесь место интересное тем, что здесь, кроме того, что рядом река находится, здесь еще такой классный сосновый лес, где мы собирали грибы. И в этом году, кстати, тоже собирали грибы. Грибы собирали белые, польские. И сейчас пошла такая волна. Дождь прошел вчера такой хороший. Тепло сейчас. И поэтому у меня есть желание еще к реке пройтись по лесу по самому и посмотреть, не выползли ли новые белые грибочки, может, польские грибы. Ну, вот, собственно, мои первые находочки. Вот разрыл бугорочек. И здесь вот растет польский. Они уже явно были подморожены. Но это отличный польский гриб. Ну, и вот рядом еще бугорочек. Я почти уверен, что это тоже малыш-полячок здесь растет. Немножко хоть сегодня на жареху, может, и грибов найдем. Вот такие чуть-чуть подмороженные. Но, тем не менее, два полячка мы уже нашли. Вот мы видим еще один маленький полячок. Вот этот свеженький вылез только. Красавчик. Ну что, я минут 40 побродил по лесу, так тщательно его исследовал, смотрел под каждое деревцо, под каждый кустик. Но, кроме тех трех польских грибочков небольших, больше я ничего и не нашел. Несмотря на то, что в будние дни лес полностью перерыт, тут грибники уже проходили вчера и, возможно, сегодня до меня. Ну, с грибами у нас толком не сложилось. Здесь, ну, все равно что-то нашли. Больше в лесу уже грибов каких-то, наверное, позднеосенних или зимних. Каких-то, я их не знаю, они какие-то условно съедобные или несъедобные. Поэтому я такие не собирал. Вот. И постепенно выходим на берег реки Псел. Вот здесь уже внизу с обрыва откроется панорама на наш прекрасный родной Псел. Я скажу сразу, уровень высокий, течение сильное. Но зато у нас будет встречный ветер сегодня, который даст какой-то баланс. Вода довольно прозрачная. Ну, вот наша лодка уже на воде. Снасти собраны, все загружено. Вот, можно выплывать, рыбачить. Время 8.30 как раз. Садимся в лодку и отчаливаем. Погода сегодня переменчивая. То тучи затянет, то полностью откроется открытое небо, выйдет солнышко. Ну, а мы тем временем уже в лодке. И начинаем рыбалку. Тут со мной два комплекта. Один для твича, хэвик до 32 грамм. И второй, такой медиум спиннинг для джига, для вертушек, колебалок, маленьких воблеров. Такой средний тест до 16 грамм. Со старта поставил для твича Макс Клада 128 в Сильвер Блэке. Это тот воблер, который на минувшей рыбалке мне принес трофей. Щуку до 4 кил. Ну и с него сегодня начнем делать забросы. Интересно, где будет стоять щука в мелком или в более глубоком берегу. Сегодня посмотрим. Что интересно, ну я так обычно не смотрю, но вчера заглянул прогнозы Клёва. Есть такой сайт, Рэбхоз Прогноз. Они на сегодня рисовали всего 3 из 10. Неблагоприятное давление, неблагоприятный ветер. И поэтому Клёв Щути 3 из 10. Ну посмотрим, как их прогнозы оправдываются. Я точно знаю, что на этом маршруте Щука есть. Только что был первый какой-то выход. Непонятно что, щука, не щука. Но я видел, что преследовала-преследовала силиконочку в равномерку. Но, увы, не взяло. Оба, есть первая поклёвочка зубастая. Макс Клад 128. И щучка такая где-то. До кила. До кила, может, кило. Вот. Там чёткое место, где она должна была быть. И она там была. Макс Клад 128, своё дело знает. Ну что, по традиции взвесим эту красавицу. Кантер поставили на нолики. Подвешиваем. Кило 0,20. Ровно килушечка щука. Ну что, уже миновал первый час рыбалки. Я им остался более-менее доволен. Раздачи Щуки нету. Но, тем не менее, у меня было уже две поклёвки. Первый раз выходила Щучка. Так и не достала до силикона. И второй раз, там, я увидел такая закабаечка около камышей. Там мелочь прыгает. Что-то её гоняет. Сразу туда Силикон бросил. Ничего. Потом туда кидаю Макс Клада 128. И, буквально, там, несколько твичей и щучка, иди сюда. Щучка, килушечка. Оба есть щучечка на магах. Макс Клада 128 опять. И небольшой щупарик. Грамм 300. Отпускной. Ну, друзья, это щучка. Хоть она и малышка совсем, но это сотая щучка в сезоне у меня. Уже я 100 поймал в этом году. Вот такой малыш сейчас, конечно, его отпустим благополучно. Так, ну, конечно же, этого малыша мы отправляем домой. Вот к 12 часам мы причалили на бережок. Здесь такой пологий выход был. Это уже большая часть маршрута пройдена. За день у меня, получается, до обеда было четкие две поклевки, которые я реализовал. И еще пару раз были такие выходы. Там мы за силиконкой был выход. И за воблером уже возле лодки видел, выскакивало. И один раз на вертушечку такое, как клац, был щелк. Вроде там не уверен, но, возможно, был. Сделал остановку здесь. Подкачаем лодку. Ну, и заодно перекусим. Перекусим и поплывем на наш финальный участок. Может быть, еще какая-то щучка нас порадует. Но ноябрь, это уже не октябрь. Уже клюет щучка пореже, похуже. Перекусывать буду, как всегда. Бутербродики, яичко, колбаска, сосиски, огурец соленый. Запью это все водичкой. Я думаю, за 10 минут справлюсь и поплывем дальше. Ну что, я выпил после. После обеда. И у нас еще есть пару часиков. Попробовать еще какую-то зубастую. Вот, во второй половине дня я плыву не один. Выше меня плывет рыбак. И ниже меня плывет рыбак. Они тоже сплавляются. Они меня догнали, пока я делал остановку на обед и на подкачку лодки. Оба, я так и знал, что здесь ты должна была стоять, малышка. Такая где-то 300-400 грамм щучка. Ну, 400-то я загнул. 300 где-то выскочила из этой закабайки. И снова работает Макс Кват 128. И вот такой еще пак третий сегодня. Вот, чуйка меня никогда не подводит. Вижу там мелочь вот этой. Ну, видите, перед нами закабаечка. Вижу там мелочь. Тусуется. И тишинка. И понимаю, что щучка там должна быть. И вот она есть. Малыш. Но все равно приятно, что и он клюнул. Конечно, сейчас его освободим и отпустим. Этот щупарик 370 грамм. Чуть-чуть не дотягнул до 400. Ну, мы его, конечно же, отпускаем, как и предыдущую щучку. Плыви. Давай, раздупляйся. О, пошла. Оба, села щучечка. Еще одна. В этот раз уже побольше такая. Грамм 800, наверное. Опять же, закабайка. Обмотала об себя. И обратно крутится. Что за щука? Вот, опять тот же 128-й макс-кват. И вот щучка. Ну, такая. Грамм 800, если не больше. Такая она толстая в спине. Ну, так до килушка. Меньше, чем первая. Но тоже неплохая. Четвертая щука сегодня. Это пойдет уже. По традиции щупаря взвесим. Ну, я думаю, такой грамм 900 будет. 850, как минимум. Толстая такая. Вот. Щучка. Взвешиваем ее. 910 грамм. Ну, трошки до кила не доросла. Вот такая красавица. У нас. Оба. Идем ее. Выскочил щупак. Только что почти разловил вот этого ход оранжа. Мелкой щучкой. Но сошла. Это оранжик. 110 мой новый. Такой вот расцветки ход оранж. Была поклевочка. Ну, блин, сошел. Я как-то взгляд отвел. И не подсек. Не проконтролировал эту ситуацию. Это уже, кстати, четвертая поклевка после обеда. После обеда чуть ярче, активнее, чем до обеда дело пошло. Вот такой вид перед нами открывается на высокий обрыв. Там такой храм полуразрушенный впереди. В контражуре мы это все видим. Смотрим на солнышко. Вот. И потихоньку доплываем до места нашего финиша. Вот, блин. Опять выскакивал щупак и опять не засекся на реренджа. Вот, блин. Что ж такое? Не могу разловить воблер. Заколдованный. Заколдованный. Опять выскакивал щупак у самой лодки. И не успел засечься. Ну, не везет этому реренджу разловиться сегодня. Вообще. Ну, видели, хлюп слышали только что. Ну, что, друзья. Делаем последние забросы и плывем уже на финиш. Уже мы у нашей финальной точки. Так и не удалось мне этого реренджика разловить. Ну, вот, ближе к четырем часам закончилась наша рыбалочка. Я уже вышел на берег. Потихоньку собираюсь. Рыбалочка, в принципе, по старым добрым местам мне понравилась. Я доволен. Я заработал, наверное, более десятка поклевочек. Из них четыре реализовал. И поймал четыре щучки. Две отпустил такие шнурки. Порядка 300-400 грамм. И две такие взял порядка 900 грамм. Кило-кило с хвостиком. По приманкам работал только у меня рыбу ловил 128-й Макс Кват. Ну, а поклевочки еще были и на Реренджа. Макс Кват в натуральной расцветке Silver Black. Я надеюсь, что прогноз погоды будет благоприятным. И мы еще в этом сезоне в ноябре порыбачим. Эта рыбалочка для меня была знаменательной. Потому что я поймал сотую в сезоне щуку. Я никогда еще за сезон 100 щук не ловил. Вот. Поэтому я еще вдвойне доволен. Друзья, всем спасибо за просмотр видео. Если оно вам понравилось, поддержите видео лайком. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Жмите колокольчик, чтобы оставаться в курсе событий на канале. Вот. И всем счастливо. Всем пока. И всем клевых рыбалок. Субтитры сделал DimaTorzok